осень пока стесняется и демонстрирует уж слишком легкое дыхание дни стоят теплые и даже жаркие из плюс 18 начался этот день что же дальше расскажу вам я ирина ромбальская метеогид погоды не сделает но с прогнозом точно все будет ясно задач на оставшееся лето предостаточно съездить на природу ночью считать звезды наблюдать за потоками метеоров выходные бегом на дачу там заждались полезные овощи среди них он наверное самый популярный ингредиент для закусок и салатов незаменимый для людей страдающих лишним весом но уникальный овощ который пришелся по вкусу многим не так уж просто как кажется как вырастить крупные сладкие томаты узнаем у нашего народного садовника здравствуйте ирина сейчас вторая половина лета и томаты активно цветут завязывают плоды а ранние сорта уже созревают а значит за ними нужно обеспечить хороший уход чтобы все труды не пошли насмарку и сегодня я расскажу как это сделать весной и в начале лета после посадки рассады томатов в теплицу мы подкармливали их удобрениями с преобладанием азота для активного роста сейчас же томаты больше всего нуждается в калий боре и марганце именно калия чаще всего не хватает в период образования плодов заметить недостаток калия можно по цвету плода если взять большой томат то около плодоножки можно заметить не вызревшие пятно желтого или зеленого окраса это значит томатам не хватает калия также калий очень важен для вкуса плодов он влияет на сладость на сахаристость томатов поэтому очень важно подкармливать томаты в период образования плодов именно калием кроме калия для томатов очень важен и бор ведь он влияет на урожайность на плодообразование при недостатке бора томаты плохо образуют плоды а также может отмирать точка роста для подкормок не обязательно использовать дорогие покупные удобрения можно использовать натуральное удобрение древесную золу в ней содержится в достатке калий фосфор и различные микроэлементы важны для нормального развития томатов для того чтобы приготовить настой для подкормки нам понадобится один стакан древесной золы один стакан 9 процентного уксуса на 10 литров воды залу засыпаем в пустое ведро и заливаем стаканом уксуса затем добавляем 10 литров воды все перемешиваем можем настоять несколько часов и поливаем наши томаты под корень под каждый кустик примерно по одному 2 литра раствора томаты получат необходимы для нормального развития калий а также уксус поможет усвоению кальции который важен для здоровья томатов ведь кальций помогает предотвратить такое опасное заболевание как вершинная гниль томатов кроме подкормок не следует забывать и об обработках ведь томаты могут заболеть фитофторой или другими грибковыми заболеваниями для обработок лучше всего использовать биопрепараты на основе сенной палочки либо триходермы отлично справляется такой известный всем препарат как фитоспорин им обрабатывают томаты раз в 10-14 дней также при созревании томатов при плодообразовании очень важен полив нередко можно заметить такую картину когда плоды начинают трескаться лопаться искривляться и все это от неправильного несбалансированного полива это происходит от того что почва в теплице пересыхает а затем наши огородники проводят обильный полив в итоге томаты активно начинают потреблять недостающую влагу и плоды лопаются поэтому обеспечьте томатам равномерный полив почва в теплице должна находиться постоянно в умеренно влажном состоянии томаты поливают теплой водой температура воды составляет плюс 18 плюс 25 градусов два-три раза в неделю под каждый куст во время плодоношения мы выливаем по 2-3 литра воды и тогда томаты хорошо наливаются не лопаются и хорошо созревают позаботьтесь о томатах сейчас и совсем скоро они порадуют вас щедрым урожаем спасибо за внимание и до новых встреч после таких советов сомнений не остается качестве дом урожая томатов быть только вот беда пришла откуда не ждали под минском уже замечены гигантские испанские слизни дойдут ли они до огородов не знаем но то что им определенно требуется больше пищи факт кстати слизни ядовиты для человека они являются переносчиками болезней поэтому их нежелательно трогать руками другая тоже скользкая напасть в черном море прибрежные волны заполонили тысячи медуз ну а что ждет европу в ближайшие дни а синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет дмитрий рябов на следующей неделе странах западной и южной европы блокирующие антициклоны продолжат удерживать жаркую погоду страны центральной и южной европы будут находиться во власти обширного погожего антициклона который будет медленно смещаться северо-запада на юго-восток ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков лишь по югу возможны небольшие кратковременные дожди под утро слабые туманы видимость до километра ветер западный юго-западный умеренный а температура воздуха днем плюс 25 30 градусов по югу 35 40 страны западной европы будут находиться в поле высокого атмосферного давления по периферии которого с юга на север будут поступать жаркие воздушные массы ожидается переменная облачность без существенных осадков в ночные и утренние часы будут сгущаться непродолженные слабые туманы видимость до километра ветер южной четверти умеренный а температура воздуха днем плюс 35 40 градусов а у странах северной европы ожидается ненастная погода здесь за нее будет отвечать активный североатлантический циклон который будет медленно смещаться запада на восток ожидается облачная с прояснениями погода временами будут проходить небольшие кратковременные грозовые дожди под утро слабые туманы видимость до километра ветер северной четверти умеренный а температура воздуха днем всего лишь плюс 12 17 градусов страны восточной европы большую часть недели будут находиться в поле высокого атмосферного давления по периферии которого северо-запада на юго-восток будет поступать умеренно влажные воздушные массы ожидается облачная с прояснениями погода в большинстве регионов ожидается небольшие кратковременные грозовые дожди под утро слабые туманы видимость до километра ветер ожидается западный северо-западный умеренный а температура воздуха днем ожидается плюс 20 27 по югу на пару градусов теплее а я лишь добавлю со страховой компанией бел нефти страх всегда хорошая погода больше о погоде после рекламы м м м Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кстати, чтобы отдых был полноценным, нужна хорошая компания. Не всегда шумная, веселая, но тихая и уютная. Обрести такого верного пушистого друга можно у нас. Предлагаем вам познакомиться с нашими телевизионными черно-белыми котятами. Большинство из них уже нашли свой дом. Еще парочка в поиске самых лучших котородителей среди наших зрителей. Два мальчика, как из черно-белого кино, ждут звонков по номеру 290-63-52. У нас уже есть фото счастливых новоиспеченных хозяев, и вы можете пополнить коллекцию самыми добрыми фото августа. А пока пришло время подвести итоги рубрики «Стоп-кадр». Напомню, из множества снимков мы выбрали 10. Каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Наталья Швархалева из Заславля. С помощью фотографий Наталья старается увидеть и запечатлеть прекрасные и неповторимые моменты жизни. И такие моменты она находит ежедневно. Как и обещали, приз от телеканала «Зон» с логотипом ОНТ сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп-кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы опубликуем их в ленте. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. На предстоящей неделе лето продолжит радовать нас теплом. Итак, в начале недели скажется влияние области высокого атмосферного давления. Она принесет переменную облачность без существенных осадков. Лишь в понедельник по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер с северной четверти. Ночью слабый, днем умеренный. Влажность до 60%. Утром слабые туманы, видимость до километра. Ночью температура будет колебаться от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем в понедельник 22-24, во вторник 22-25. В середине недели погодные условия станет определять обширный погожий антициклон с центром иностранными Балтии. Ожидается преобладание переменной облачности без осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер с северо-восточной слабый. Влажность до 50%. В среду ночью 11-16 градусов, днем воздух прогреется до 22-26. В начале второй половины недели в атмосфере по-прежнему будет доминировать обширный антициклон. Медленно двигая через Беларусь, он принесет переменную облачность без осадков. Лишь в пятницу вечером по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 70%. Ветер западный умеренный. Ночью 11-16, дневные часы в четверг 22-26, в пятницу 21-23. И предварительно. В выходные дни атмосферными процессами продолжат управлять область высокого атмосферного давления, на фоне которого пройдут малоактивные атмосферные фронты. Ожидается преобладание переменной облачности. Возможны небольшие дожди. Влажность до 70%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный умеренный. Ночью плюс 9-14, днем в субботу 22-28. В воскресенье от 20 по западу до 28 по юго-востоку. Воскресенье от 20 по юго-востоку. Воскресенье от 20 по юго-востоку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова